Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу, как всегда, посвященную вопросам библиографии, книг, чтения и ЭБС, и всего, что с этим связано. И сегодня мы поговорим о надежности журналов. Почему именно такая тема? Да, хотя она и называется библиография как составляющая информационной грамотности, но оба этих понятия, они очень тесно взаимосвязаны между собой, потому что библиография – это не только как правильно поставить точки, запятые, как правильно оформить список источников или ссылки, не только это. Это еще и работа с информацией, это и поиск, и отбор, и группировка, и сортировка, и анализ, обобщение. Все это тоже входит в навыки, которые необходимы нам для работы в информационном пространстве, для выполнения, если говорить о библиографах, читательских запросах, но если мы сами себе ставим задачу, то своих собственных. И вот в этом пункте очень тесно эти навыки переплетаются с информационной грамотностью, в которую тоже входит, помните, во ВГОСах, кто пишет рабочие программы дисциплины, вот такие навыки, как, сейчас дословно не вспомню, но примерно, обладать способностью или умением осуществлять поиск информации в сети интернет, обладать способностью анализировать анализы группировки, сортировки, обобщения и представления собранной информации в устном и письменном виде и так далее. То есть вот в этом пункте мы как раз и имеем дело и с информационной грамотностью, и с библиографией. И если говорить о поиске, о библиографическом поиске, у нас в прошлом году был вебинар, когда мы очень подробно разбирали четыре вида поиска, фактографический, документальный, аналитический и библиографический. Четыре дефицита информации, с которыми мы сталкиваемся. То есть, казалось бы, в интернете есть все, но вот эти четыре дефицита у нас постоянно возникают. Отсюда и одноименные четыре вида поиска, которые мы осуществляем. А для этого нужны различные сервисы, различные инструменты, в зависимости от того, что мы ищем, встает вопрос, а как это искать. Если говорить о поиске и анализе информации, то здесь мы сейчас сталкиваемся очень часто с двумя моментами, которые требуют... Кстати, умение проверить информацию на достоверность, научность, надежность тоже становится одной из главных задач. Говорим ли мы о библиографическом поиске, говорим ли мы о поиске вообще в интернете, не связанной, может быть, с нашей публикационной или научной деятельностью. Так называемый факт-чекинг. Это же немножко другое. Это уже... Ну, можно тоже отнести к составляющей информационной грамотности, но больше ее иногда относят к теме информационной безопасности. Но это тоже очень важная вещь, которую обойти вниманием, ну, никак нельзя. Мало найти, надо еще проверить, насколько это нам подходит, насколько это безопасно. Вот про вот такой вот факт-чекинг мы с вами и поговорим сегодня, и начнем с надежности журналов. Увеличивая свою публикационную активность, активно публикуясь, либо только-только делая первые шаги в этом направлении, мы сталкиваемся с тем, что нам нужны надежные журналы, а если мы ищем информацию для размещения публикации, чтобы не потерять ни деньги, ни тексты, ни времени, ни силы, ни нерва. А если мы ищем информацию в научных источниках для использования ее в своих публикациях, то мы сталкиваемся с вопросом, который потом может ударить по нашему имиджу, носить такой репутационный риск, надежность информации, которая представлена в этих изданиях, в этих источниках. Поэтому у нас вот две такие темы и два факт-чекинга, которые необходимо проводить по этим двум направлениям. Либо мы проверяем в первую очередь надежность вот этих журналов, ресурсов, с которыми мы будем работать, или в которых мы будем публиковаться, а второе – это проверка информации. Вот поэтому мы немножко эти две темы разделим. Сегодня поговорим о журналах. А 19-го, если не изменяет мне память, мая, у нас будет второй вебинар. Вот там мы больше поговорим о том, как иногда вроде бы надежная информация может превратиться в такой фейк. Фейки тоже бывают разные. Ну вот сегодня про фейки журнальные, в следующий раз про фейки содержательные, скажем, наверное, так. Ну и напоминаю, коллеги, у нас цикл все-таки библиографии для небиблиографов, поэтому мы будем говорить очень простыми словами. Самые простые примеры, простые приемы, способы и подходы, признаки. И в серьезной научной классификации мы углубляться не будем. Для чего я это делаю? Специально для того, чтобы вы могли не только сами быстро разобраться, но еще и помочь своим студентам, ученикам вот в этой теме. Иногда мы сталкиваемся с недоброкачественными, недобросовестными, ненадежными, скажем так, источниками, которые они пытаются привести в списки своих, в свои списки литературы к своим студенческим, магистрским, иногда даже аспирантским работам, не говоря уже про статьи. Поэтому здесь для нас важно еще и им помочь разобраться с этим вопросом. Ну вот поэтому просто и просто легко, но о сложном. И действительно мы сталкиваемся с разными журналами, получаем разные результаты. На самом деле недобросовестных журналов может быть много. Это могут быть и мусорные, и хищнические. Конечно, надо было бы их поставить в кавычки. И откровенно фейковые, и фишинговые. И, соответственно, важно научиться понимать, где есть хороший журнал, а где мы сталкиваемся с одним вот из таких журналов, что может негативно сказаться на наших публикациях, на нашей репутации в том числе. И говоря о журналах, так как все-таки сейчас все больше мы уходим в информационное, в цифровое пространство, в цифровую среду, то, говоря о журнал, очень часто мы будем подразумевать сайт. Вот, кстати, фишинговые журналы или фишинговые сайты, точнее сказать, они в основном существуют в цифровом пространстве. Это один из самых страшных таких видов хищников, которые откровенно воруют не только наши деньги, но и наши данные. С какой целью они... Часто мы с ними сталкиваемся в рассылках, поэтому, коллеги, если вам приходит спам-рассылка с предложением опубликоваться срочно-срочно где-то, очень выгодное и так далее, очень внимательно с этими вариантами. Есть высокий риск нарваться на вот такой вот фишинговый сайт. Чем они опасны? Во-первых, их цель. Они выманивают не только у нас деньги, а, может быть, и не столько деньги, сколько им нужны доступы к вашим персональным данным, в том числе логин и пароли, для того, чтобы похитить ваши аккаунты, сайты, блоги. Ну, а дальше рассылка спама, мошеннические действия, претензии будут к вам. Ну, помимо этого еще, да, и деньги тоже, данные банковских карт и много-много чего еще. Вся конфиденциальная информация может спокойно утечь. В этом опасность фишинговых сайтов. Они могут маскироваться и под предложения о научных публикациях. Особенность этих сайтов в том, что они полностью повторяют дизайн реального сайта. Они маскируются в оформлении один в один. Но отличия можно заметить. Могут быть мелкие отличия в дизайне, логотипе. Ну, помните, как в 90-е годы? Адидас и Адибас. Пади одну букву, рассмотри в спешке. Логотип тот же самый, но цвет изменен. С оранжевого на желтую полосочку. Вот и вся разница. Быстро заметить это не всегда бывает возможно. Поэтому требуется уметь определять вот такие страшные сайты. Это вот только один из видов, которые нам могут встречаться. Кстати, в научных публикациях мы тоже можем иметь дело вот с такими фишинговыми сайтами. Как определить? Во-первых, чаще всего они попадаются в почтовых рассылках. И не спешить соглашаться, не спешить бежать, заполнять какие-то формы. Внимательно изучите адрес сайта. А самый лучший способ – перейти на этот адрес сайта не из почтовой рассылки, а откройте и поищите через поисковик. Через открытые поисковые системы, машины. Выйдете ли вы на тот же… на какой сайт вы выйдете. Ну и можно будет уточнить, от них ли пришла рассылка, если это не то, что надо. И обращайте внимание на адресную строку. Если у вас адресная строка начинается HTTP вместо HTTPS, вот здесь очень осторожно. Старайтесь, таких сайтов нет, смотреть их можно, не передавать никаких данных, не заполнять формы, не отсылать свои персональные данные, особенно если речь идет о каких-то платежных вещах, указания данных своей банковской карты, оплаты и так далее. Вот это очень важная вещь. Если без буковки S, это значит, что соединение не защищено, и ваши данные идут без шифрования, не закрытые, открытые, и их легко похитить. Поэтому здесь вот очень так осторожно. Но это не значит, что любой сайт, у которого нет буковки S, значит точно мошеннический. Должны совпасть несколько условий. Это значит просто… может быть, он хороший, они просто не перешли на защищенное соединение, такое тоже бывает, но просто не отправляйте свои личные данные. Вот единственное правило – запомнить. Смотреть можно, читать можно, но персональные данные не отдаем. Если требуется вводить какие-то данные, пароли, логи пароли от электронных почек, почты, аккаунтов, сайтов и прочего, лучше этого не делать. Это тоже такой звоночек первый. Если встречаются ошибки, если слова написаны другим регистром, вот вы видите, что текст вроде бы нормальный, то вдруг обслуг пошел какой-то непонятный, то вдруг слова неожиданно начинают с большой буквы, хотя должно быть с маленькой или наоборот. Ну, вот это вот тоже обращайте внимание, это тоже может быть. Ну, и всякие обещания по Сулы и вложения, которые нужно открыть, перейти и прочее, на это тоже обращайте внимание. Очень осторожно, лучше этого не делать. Любые вложения, прежде чем открыть, есть такая функция у антивирусников проверить вложения на вирусы, на наличие вирусов, и только после этого их открывать. То есть соблюдаем меры предосторожности и безопасности. Ну, вот напугало я с самого начала, но с такими вещами мы можем сталкиваться, очень часто они идут именно в рассылках, поэтому к рассылкам с предложением публикации срочно-срочно и аж в скокусе первого квартеля, ну, коллеги, очень внимательно и осторожно. И такие, на самом деле, таких журналов очень много, их несколько видов, и существуют они, это не влияние последнего времени, они существовали давно, и недобросовестная политика редакторская, и недобросовестные журналы. Еще в начале 2010-х годов, в 2010 году, у нас возник такой список Билла, вот они вошли в состав этого списка. Кстати, про список Билла, если кто-то не знает, поставьте мне, пожалуйста, минусик в чат, если первый раз слышим про Джеффри Билла, список Билла, не смотрели, и первый раз услышали. Ага, есть такие люди, отлично, берите на заметку. В 2010 году, да, кстати, вот, из списка Билла, ну, в него были изначально включены хищнические мусорные журналы, а еще похищенные он выделял, ну, вот, фейковые, фешинговые, похищенные, они где-то очень близки между собой, это все относится к фейковым журналам, такие вот враги, можно сказать, да, наши. А хищнические и мусорные журналы – это вот то, из чего и родился первоначальный список Билла. Мусорные журналы, уже устоявшиеся понятия, наверняка всем знакомо, публикации не рецензируются, вроде бы журнал нормальный, да, все хорошо у него, но кроме одного, ничего не рецензируется, выходит все подряд, любые статьи на любые темы, но зато в них легко публиковаться, но никакого вклада в науку, естественно, и в развитие отдельных отраслей и направлений научной деятельности они не приносят. Это вот действительно мусорный журнал, который, ну, ради галочки, да, скажем так. И хищнические журналы – это когда с нас берут деньги и статьи не публикуют, либо берут деньги за каждое движение, слишком большие. Ну, вот два таких направления, которые в 2010 году достали Джеффри Билла. Кто такой Джеффри Билла? Реально существующий, надеюсь, человек, американский библиотекарь, который работал в университете штата Колорадо в Денвере. И вот в 2010 году его вся вот эта история вокруг складывающейся ситуации немножко взволновала настолько, что он составил вот свои критерии, предложил такие критерии, по которым оценивались бы и издания, и издательства, и на добросовестность и надежность. И составил вот такой список недобросовестных изданий и издательств. Он разделен на четыре категории. Причем, обратите внимание, он не говорит просто хищники или мусорные издания или издательства. Он очень корректно сформулировал потенциальные, возможные или вероятные. То есть нет, что вот эти нарушают точно, вот они недобросовестные. Очень аккуратные формулировки были. Издательства, научные журналы, в основном открытого доступа. Что значит открытого доступа? Есть две политики, которые осуществляются в части научных публикаций. Либо с авторов ничего не берутся, и для авторов публикация бесплатная, но тогда оформляется платная подписка для читателей на эти журналы. То есть полнотекстового доступа у нас к этим статьям не будет. Мы должны оформить подписку, заплатить деньги, после этого можем читать. Но зато для авторов бесплатно. Это один вариант. И второй вариант – журнала открытого доступа и издательства открытого доступа, которые берут деньги за публикацию с авторов, но с читателем все бесплатно, читай кто хочет. Вот он про вторую часть в основном и говорил. И еще у него было два... Среди них встречаются тоже недобросовестные издательства. Вот они как раз в этот список у него и попали. И еще два подраздела, обратите внимание, вводящие в заблуждение метрики и вот те самые похищенные и фейковые журналы. Вот это уже то, с чего мы начали. Близко к понятию фишинговые. Фишинговые – это все сюда, в эту категорию. Те, кто реально не работают. Первые две категории, они могут нарушать определенные права или нарушать какие-то правила игры. А вот две последние категории – это уже очень серьезные, это уже такие правонарушения. Вводящие в заблуждение метрики. О, это целый бизнес, это целая система. Есть целые конторы, которые занимаются тем, что продают сертификаты издательством и изданием, подтверждающие как бы их положение в том или ином квартеле, их метрики, их индексы, импакт-факторы и все прочее. Все это засертифицировано. Вы попросите у них доказательства, они вам покажут эти сертификаты. Все хорошо. Вопрос, кто эти сертификаты выдавал. То есть это тоже бизнес, ничего личного, только бизнес. Джеффри Билл, конечно, проделал громадную работу, но личность, в общем, до сих пор вызывающая еще... Купьи ломают по этому поводу. А имел ли право он это делать? Было очень много издательств и изданий, которые были обижены тем, что он их в эти списки занес, потому что они не такие, что это была ошибка и так далее и тому подобное. Ну да, критерии... Здесь трудно сказать. Конечно, он не ангел и не демон. И личность неоднозначна, его деятельность тоже. И категорически восхищаться или наоборот негодовать по этому поводу я лично, например, не стану, потому что, ну да, ошибки возможны, и когда что-то делается впервые, обязательно будут какие-то недоработки. Но плюс его в том, что он все-таки эту тему затронул. Во-первых, он ее поднял, и он попытался, по крайней мере, вот такой список составить. Кстати, многие из тех журналов, которые в этот список входят, до сих пор еще существуют. И они действительно... У некоторых, если я посмотрела по этому списку, действительно присутствуют вот эти признаки недобросовестности издания. И ссылка на... Да, это была детективная история. Просуществовал этот список, причем он очень активно пополнялся. Просуществовал он 7 лет, а вот 15 января 2017 года исчезла вообще вся информация из интернета. И все аккаунты самого Джеффри Билла во всех соцсетях, страничка на сайте университета лично, список Билла был удален, он был очень популярен в интернете, авторы им постоянно пользовались. Все это исчезло в один момент. Утром еще было, к обеду уже ничего нет. Ну, ходили истории, легенды и слухи, почему так произошло. Сам он никаких пояснений по этому поводу не давал, отказался напрочь комментировать, но говорят, что вот все-таки издательские корпорации, если можно так сказать, в этой войне, если тоже можно так сказать, победили, в общем, его вынудили это сделать. Ну, в других источниках говорят, что по решению суда, да, Руслан Килл билл, действительно. По решению суда за то, что от обиженных научных издательств, вот по решению суда было вынесено такое предписание удалить всю информацию, вот что и было сделано. Ну, тут, опять же, история темная. Что было на самом деле, он категорически отказывается, и вообще до сих пор никакой информации о нем нет, нигде он не появлялся с тех пор вообще. Никак себя публично не показывая. Ну, информация в Википедии, например, о нем есть. Ну, опять же, до 2017 года. Надеюсь, что с ним все хорошо, хотя бы так. Но список Билла, дело Билла живет и продолжается, потому что вопрос остается, вопрос добросовестности и определения этих журналов, он насущный, никуда от этого не деться. и ссылку я вам дала на вот этот список Билла, который поддерживается. Я не знаю, пополняется ли он сейчас, трудно сказать, но может быть, такие попытки и делаются, но, по крайней мере, он поддерживается продолжателями Джеффри Билла. И вот я вам даю ссылку, она есть на самом слайде, и в чат я ее на всякий случай вам тоже повторяю. Ну, дело Билла живет и процветает. И еще один товарищ поднял вторую волну уже в 2014 году, Джон Боханан. Очень кратко про него я здесь вам пишу. К нему мы еще вернемся. На следующем вебинаре, когда будем говорить о фактах, фактоидах и околонаучный пранкинг, это, ну, никак невозможно обойти. Тоже неоднозначная тема с этической точки зрения, имеет ли право на существование или нет. Но я бы к плюсам отнесла то, что вот такой Димаш со стороны Боханана, он способствовал, опять же, тому, что начали ужесточаться правила редакции, предъявляемые к редакциям, и редакции стали больше внимания уделять рецензированию, правильному представлению информации о своих изданиях. В 2013 году Джон Боханан, ну, можно сказать так, укусил D.O.A.G. Что это такое? Это онлайн-каталог Directory of Open Access Journals, такой международный мультидисциплинарный каталог журналов открытого доступа. Там сейчас, по-моему, уже больше 16 тысяч названий научных журналов, метаданных статей этих журналов, и все это богатство находится в открытом доступе, ну, для обмена и коммуникации в научном мире. Так вот, Джон Боханан провел расследование, когда под вымышленным именем он написал статью с явными искажениями, так что профессионалы это увидят, и специалисты, в 304 журнала с грубейшими ошибками, которые рецензиаты, ну, просто не должны были пропустить и увидеть с первого взгляда. Причем это были журналы, не только входящие в этот каталог, но и индексируемые в базе Scopus, Web of Science, причем не маленьких квартелей, туда и такие попались. Так вот, 157 из 304 журналов с радостью приняли вот эти заведомо бракованные статьи к публикации. Причем около 80 или 90 журналов даже не подвергали их должной проверке и сразу публикуем в ближайший номер. И вот это вот был реально ошеломляющий результат, потому что он все-таки раскрыл карты и отозвал свои статьи. И только 98 журналов из 304 отвергли эти публикации. Ряд журналов, к их счастью, на тот момент не успели еще принять решение, поэтому ни в те, ни в другие списки не попались. И вот это вызвало такое серьезное разбирательство. После этого начались глобальные чистки и в базе Scopus, и вот в этом международном каталоге. И начались разбирательства, и выяснилось, что оказывается, многие журналы, которые выдавали себя за европейские или американские издания, на самом деле базировались в странах Азии, Африки, и об этом свидетельствовали их IP-адреса, банковские реквизиты. То есть проверка пошла по всем фронтам. И начались вот такие вот ежегодные зачистки реферативных баз, то, что проводит Scopus. Нет, ну, конечно, не благодаря бухгану, он до этого тоже проводился, но это был вот такой вот всплеск. И началось ужесточение требований. Вот, кстати, этот каталог DOAG открытого доступа, скажем так. Это журналы, работающие по схеме Open Access. И в результате вот такого Демарша Боханана в 2014 году каталог долил больше, около 120, по-моему, или 115 журналов своего списка, пересмотрел критерии отбора. И обратите внимание, вот здесь я вам специально оставила из старого дизайна этого сайта, посмотрите, есть зеленые галочки, да, вот они стоят. Это те журналы помечаются, если вдруг вы откроете старую версию, которые прошли вот эту ужесточенную проверку и повторно, подав свои сведения, получили одобрение. То есть они были до этого в каталоге, это подтверждение их добросовестности. То есть с этими журналами можно иметь дело. Во-первых, можно публиковать свои статьи там, во-вторых. Ну вот новый дизайн у них недавно поменялся, теперь он выглядит вот так. Вот вам, пожалуйста, уже больше 16 тысяч журналов там индексируется. И появилась еще вот такая пометочка с печать DOE AG. Можно теперь, это стало одним из фильтров, можно поставить сюда галочку, выбрать журналы с печатью. Это значит, что всем, семи, а у них, по-моему, семь критериев отбора журналов в этот каталог, подтверждающих надежность и добропорядочность, это издание соответствует. Вот если не ставить галочку, то он выдаст все, надо выбирать, а можно сразу поставить галочку в фильтре и выбрать только те журналы, которые действительно добросовестные и надежные. И уже иметь дело с ними, например, и с их статьями, и с публикациями в этих журналах. Ну, более подробно про этот каталог у нас тоже будет вебинар про сервисы, поиск из Копсова и по Сайенсу. Про этот каталог я тоже расскажу, и там уже более подробно мы рассмотрим, как с ним работать. Ну, просто имейте в виду, что если вы ищете журнал для публикации, вот здесь можно проверить, или вам приходит рассылка. Вот по этому каталогу тоже можно проверить. И как определить нечестность, такие, какие есть самые простые признаки нечестности журналов, ну, мусорных и недобросовестных, ну, вот по ним мы сейчас тоже пройдемся. Это самые простые вещи, на которые следует обращать внимание, и которым можно научиться самим очень быстро и научить своих студентов или учеников. Ну, вот такие вот признаки мусорных или фейковых журналов. Самое первое, самое главное, на что следует обращать внимание, это скорость, обещание, обещание быстроты. В большом сжатые сроки напишем рецензию на вашу статью в сжатые сроки, быстро опубликуем, чуть ли не завтра, в скопусе, третий квартель, не вопрос. В большом случае, в большинстве случаев это означает следующее, что процесс рецензирования здесь либо отсутствует полностью, либо носит фиктивный характер. Потому что для подготовки качественной рецензии требуется время и немаленькое время для специалиста. Иначе есть риск попасть в ту же ситуацию, как Бохан. Вроде бы рецензенты были, но на самом деле они пропустили такие ошибки, которых просто обязаны были не пропускать. И кроме того, рецензент должен хорошо разбираться в теме вашей статьи, в теме того исследования, которое вы представляете. Ну а, как правило, у него еще своя работа, свои обязанности, и, соответственно, он не может быть просто физически готов предоставить отзыв на работу прямо вот немедленно в быстрые сроки. Если же вам гарантируют подготовку рецензии за считанные буквально дни, то стоит задуматься. Скорее всего, вашу статью даже никто читать не будет. А сама рецензия – это вот некий шаблон, который просто ставится в подпись, и все, знаете, такая рыба, сготовленная однажды. Иногда автору предлагают сдать статью с уже написанной рецензией. То есть вы сами ищите рецензентов и присылаете уже статью с рецензией. Конечно, не все журналы, запрашивающие отзыв на вашу работу, плохие, но если от вас запросили рецензии и утверждают, что этого достаточно для публикации, ну, стоит проверить, нет ли других подвохов. Такого быть не должно. Отзыв – да, но рецензирование никто не отменял. Все равно ваши статью должны рецензировать независимые эксперты, помимо отзыва, который вы еще принесете. И быстрая публикация – то же самое, как и быстрое рецензирование. То, что должно заставить задуматься. Ну, конечно, не исключены ситуации, когда одна из запланированных к публикации статьи в ближайший номер по каким-либо причинам выпала или была ретаргирована, и срочно нужно занять это место, чтобы не рушить всю верстку. Тогда да, это может быть. Но это уже издательство... Да, ваша статья подходит сюда прекрасно по содержанию, но, скорее, это счастливые исключения, нежели правила. И в большинстве авторитетных журналов, если уж говорить про скопус, то статья может стоять в очереди месяца, а то и года. Вот у меня коллеги ждут скопусовскую статью, второй, по-моему, квартель, уже год и три месяца. Им сказали, а чего вы хотите, у нас от полутора до двух. Вот сидим, ждем. Поэтому здесь это вот быстрота не всегда наш помощник. Еще на что обращать внимание. Ложная или неполная информация об издании, издательстве и сокрытии, либо умалчивании, скажем так, скромное, не предоставление каких-либо данных. Появилось множество изданий, которые могут маскироваться под авторитетные международные журналы с высоким импакт-фактором, выдающий себя за, как мы говорили, уже американские и европейские издания. До сих пор это еще присутствует. И они могут частично или даже полностью копировать или брать названия известных изданий. Но перепроверяйте всегда контактную информацию. Издаются такие ложные журналы, как правило, либо страны Африки, либо страны Азии. И вот тоже последователи Боханана проводили такое исследование по местам издания таких фальшивых научных журналов. Первое место, где-то 57%, это Азия, это район Индии, Пакистан, очень много изданий. Второе место Африка. Ну а из отдельных стран это Пакистан, Нигерия, Индия, Китай. На эти моменты тоже следует обращать внимание. Что указано в контактных данных? Швейцарский журнал не может иметь телефон и адрес, находящийся, например, в Пакистане. Неправильно. Неполная контактная информация. На сайтах таких журналов очень часто может быть не указан почтовый адрес редакции. Мейл есть, да, а вот полный почтовый адрес не указывается или умалчивается. А направить статью можно только по электронной почте. Присылать по реальной почте нельзя. Но это часто делается для того, чтобы скрыть свое реальное местоположение. Вряд ли вы направите свою статью в Science, если увидите, что журнал выпускается где-нибудь в горах Пакистана. Ну и обратите внимание, указан ли в контактной информации номер телефона. Его отсутствие должно насторожить, а код страны, не совпадающий с указанным местом издания, позиционирующим этим журналом, тоже должно вызвать у вас подозрение. Кстати, мы один раз так попробовали проверить журнал. Оказалось, что он находится по местоположению, по адресу, который они указали. Без индекса, правда, но было указано. Оказалось, это мексиканская какая-то заправка. По гугл-картам посмотрели. Тоже очень интересно бывает. Поэтому контактные данные перепроверяйте, если вы первый раз с этим журналом имеете дело. Если это непроверенное издание, лучше перепроверить. Да, вот здесь пометочку делаю, на что обращать внимание на сайте журнал, на примере журнала высшее образование в России. По меточку делаю. Здесь все в порядке. Здесь все хорошо. Значит, смотрите, смотрим обязательно наличие ESSN. Есть ли электронная и печатная версия журнала. И должно быть два ESSN. ESSN для электронной версии и обычные для печатной. Смотрим меню. Знакомимся. Просто открывайте сайт журнала, не поленитесь, просто посмотрите. А есть ли там, какие строки, заполнены ли меню, заполнены ли страницы сайтов, есть ли архив номеров, что там написано для авторов, требования, как они написаны. Главное, о журнале. Все вот эту информацию смотрим. Ну и о журнале здесь выход будет на контактные данные, можно будет посмотреть контактные данные самого издания. Обращайте внимание, обязательно должна быть политика журнала. Вот здесь очень хорошо сделано, прям по вопросам мы открываем и смотрим. Здесь расписано все. Политика журнала – это то, что обязательно должно быть на сайте. Публикационная этика – все это должно быть изложено в открытом доступе для вас. Ну и обязательно обращайте внимание на вот этот раздел, который мы часто выпускаем из виду. Персонали, редколлегия, состав редакционной коллегии, есть ли контакты редакционной коллегии, международный совет журнала, и действует ли, можно ли там написать письмо, то есть стоят ли гиперссылки. Ну и информация о самих участниках, редколлегии тоже должна быть. Кто это, что это, откуда, где еще посмотреть информацию. Вот тогда да, тогда все в порядке, и можно здесь спокойно публиковаться. Это важно, особенно если мы выбираем первый раз и первый раз с этим изданием хотим сотрудничать. Ну вот еще один пример. Посмотрите, здесь даже приведен импакт-фактор журнала. Да, вот здесь у нас этого не было, у нас просто написано, что в скупусе мы индексируемся, и это действительно так. А вот здесь даже написали импакт-фактор журнала. А теперь у меня вопрос к вам, коллеги. Вот здесь вас ничего не смущает? Вот на сайте этого научного журнала. Вроде бы все правильно. Название есть. Да, о нас, об авторах. Вот напишите в чат. Смущает ли вас что-нибудь вот на этом сайте? Здесь даже импакт-фактор заявлен. Ага, нет архива номеров. Да. Ага. А еще что? А вот теперь смотрите. Реквизитов нет. Да. Ага. И ССН. Ой, Ольга, не знаю. Может быть, есть, а может быть и нету. Высокий. Ага, импакт-фактор высокий, да? Ага, смотрите. Импакт-фактор где? Какой импакт-фактор? Они тоже могут быть разные. Непонятно, в какой... То есть понятно, что журнал где-то индексируется. Но где? Вот здесь мы имеем дело с не... скромно умалчиваемой, ложной этой информацией или умалчиваемой. Но вот как раз то, о чем говорил еще Джеффри Билл. Фальшивые данные об импакт-факторах. Целая индустрия работает на это. Что в нашем журнале? Вот на что следует обращать внимание. Увидели вот эту радостную весть? Перепроверьте. А какой импакт-фактор? А где этот журнал у нас вообще-то индексируется? Ну, в основном сейчас говорим про скопусовские журналы. Ну, посмотреть в базе скопус. Да, это хорошо и правильно. Я вам сегодня покажу одну вещь. Similar Journal Ranking. Если кто не знает, пользуйтесь им. В чем его преимущество? В скопусе мы не все данные можем... Не всегда можем посмотреть. Нужен доступ, авторизация. Не всегда это, например, у наших студентов есть. А вот этот сервис Simalora, Simalora Journal Ranking, это та же самая скопусовская база, но в открытом доступе. Там даже без регистрации, просто зайдя по фри доступу, можно получить информацию об изданиях уж точно. Вот у меня Simago Journal and Country Ranking. Студенты у меня обычно с этого начинают знакомство со скопусовскими базами. Та же самая скопусовская база. Вот смотрите, мы вводим название этого журнала, ввели в поисковую строку, он нам говорит, извините, а результат не найден. Нет такого журнала в нашей базе. Оказывается, поискали мы этот журнал. Оказывается, он действительно индексируется. Но вот здесь, African Quality Center for Journals, в африканской базе, но не в скопусе. И посмотрите, ну хорошо бы и ладно, то есть если мы здесь опубликуемся, нашу статью могут не принять. У нас же скопусы в Apple Science, да, а здесь вообще непонятно, что скажут. А зачем мы туда опубликовали, надо было спросить. Поэтому сначала поинтересуйтесь. А вот здесь, примут вашу публикацию в зачет или нет. И посмотрите, ну ладно бы умалчивание данных, но здесь еще идет откровенная ложь на самом сайте. Какой у него импакт-фактор? 1,4, а там почти целых 6. Замечательно, да, то есть уже искажение данных. Вот вам, пожалуйста, не лазя глубоко на сайт, уже вопрос к этому изданию возникает. Еще один момент, который следует проверять. Проверили мы по базе. Здесь еще хорошая вещь, с помощью которой можно проверять любой сайт, не только научного издания, вообще любой сайт. Это так называемый индекс качества сайта. Вот это очень здорово помогает. Через Яндекс.Вебмастер. Вводим адрес этого сайта, и он нам выдает вот такой вот ИКС. Там огромное количество параметров, по которым проходит оценка каждого сайта, который мы пытаемся посмотреть, и который реально существует и опубликован. Вот здесь, но, к чести сказать, такой сайт реально существует, у него невысокий ИКС, но ладно, нормально. Ну, вот это вот смущает очень сильно. Вот здесь можно проверять, а вообще фишинговый или фейковый сайт. У фейковых сайтов, как правило, ИКС либо отсутствует, либо очень маленький, а чаще вообще его нет. Как проверять индекс качества сайта? Ссылку на эту страничку я вам прямо вот сюда забила. Из презентации ее можно будет открыть. И давайте я ее вам сюда тоже дам в чат. Заходите на страничку, у них сейчас новый дизайн появился, забиваете сюда, прямо скопированные из адресной строки, кстати, фишинговые сайты, также можно проверить. Забили сюда, нажимаем Enter, и он нам выдает результат. Вот я проверила страницу, на которой расположен, например, список билла. Обратите внимание, вот то самое защищенное соединение. HTTPS. Существенная доля трафика идет на эти страницы. То есть здесь у них все в порядке с безопасностью сайта. Вот он, ИКС. Такой сайт реально существует. Вот его индекс, и, в принципе, каким-то критериям качества он отвечает. Ну и есть еще дополнительные показатели, по которым можно посмотреть там популярность, выбор пользователей, на каком этапе они находятся, насколько этот сайт вообще реальный, а не просто висит в интернете, и люди им пользуются. Ну вот такая вот хорошая вещь. Любой сайт, в том числе и научного издания, с помощью этой страницы, этого индекса можно проверять. Еще один пункт, на который следует обращать внимание. Ложные данные об индексации в международных базах данных. Вот то, с чем мы столкнулись в предыдущем примере. Какие еще есть вариации на эту тему? Вот такое. Скоро-скоро мы будем в скопусе. Висит уже года три, наверное, на этом сайте. Скоро-скоро мы все еще не в скопусе. Хотя все другие показатели могут быть у нас в порядке. И адресы, и ССН есть, все положено. Но вот заходим мы в скопус, нам тоже показывают, извините, нет такого журнала уже. А мы уже... Это связано... Вот на это обращайте внимание. Если вам такое попалось, мы заходим, нам пишут, сори, нет такого журнала. Не поленитесь. Откройте белый список скопус. Ссылку дальше я вам покажу, страницу, где это искать. Потому что здесь возможны два варианта событий. Либо это вот такой фейковый сайт, который никогда в скопусе не будет. Это просто для красного словца, для привлечения ваших денег. Но возможен и второй вариант. Когда мы добросовестный журнал можем обозвать нечаянно мошенником, потому что вот здесь мы его не нашли. Когда журнал только-только начинает, входит в список скопус, он для него еще молодой. И у него еще не прошло там два или три года пребывания в скопусе, когда начинается индексация. То есть это такой-то, знаете, как период чистилища. Он набирает ссылки на свои публикации, на свои статьи, находясь уже в базе скопуса. И вот в этот момент может получиться такая ситуация. Вот когда высшее образование в России только-только вошел в скопус, мы тоже попытались найти, и он нам тоже написал «sorry, no result». Как это «no result»? А мы же туда статью уже поместили. А он же скопусовский. Открываем белый список скопуса. Файлик вот этот экселевский. Скачиваем с их страницы. И там они есть. Там даже есть такой раздел «Журналы, недавно включенные в базу скопуса». То есть в официальных вот здесь. Они еще маленькие, они еще не выросли сюда. Но уже публикации в них засчитываются как скопусовские. И когда он сюда попадет, ваши публикации уже будут вполне вот, да, все с ним будет хорошо и в порядке. Поэтому вот этот момент тоже важно учитывать. Здесь такую двойную проверочку хорошо бы провести, еще по белому списку посмотреть. Ну, чтобы быть полностью уверенным. Но вот такую вещь допускают очень... Вот этого журнала мы не нашли в белом списке. Либо второй вариант. Забываем исключить информацию с сайта. Журнал уже давно не в скопусе, а здесь он еще, причем даже указывает SGR самого Simaga Journal Rank. Хотя его здесь уже нет. Хотя у него есть сайт, и индекс качества сайта хороший, да, все хорошо с этим журналом, кроме одного, он уже не в скопусе. Как это определить? На том же SGR ищем название журнала, находим, открываем, по названию кликаем и попадаем на карточку журнала. И вот в карточке журнала пишется, либо он индексируется, либо он индексировался. Были перерывы у некоторых журналов. Бывает там с какого-то, какой-то год индексировался, потом нет, потом опять вошел в скопус. Ну, где-то провинился, потом опять исправился. А вот здесь вот все. И с 2016 года он уже канцелл. А до сих пор еще пишут, что он приводит вот тот самый индекс неплохой. И H-индекс у него был неплохой. Но прекращена индексация в базе скопус аж с 2016 года. Вот, пожалуйста, тоже проверяйте информацию. А нет ли их в исключенных? Ложная, некорректная и недостаточная информация о редколлегии. Мы с вами уже смотрели. Обращайте внимание на редколлегию. Вот вам, пожалуйста, пример. Вроде бы перечислены все имена редколлегии. Но кто это? Что это? Откуда эти люди? Почему они являются редакторами этого журнала? Ничего не понятно. Мексиканский, хотя он позиционировал себя. Мексиканский журнал, да, на минуточку. Но главный редактор из Нидерландов. Кстати, вот этого доктора Гоума мы так и не нашли. Есть однофамильцы, но одна американская, по-моему, биолог, доктор наук. Там какое-то, да, у нее звание. А второй металловед, или, да, металловед, по-моему, канадский. Все. Никакого доктора Гоума из Нидерландов просто даже в сети интернет мы не обнаружили. Искали специально со студентом. Ну, кто это? Почему он редактирует мексиканский журнал? Непонятно, какое оно отношение к нему имеет. Нет никаких данных, ни электронной почты, ни ссылки на страницу, личную страницу человека, из какого он университета. Перейти, посмотреть, познакомиться. Ничего этого нет. Вот это уже тоже такой сигнал. А кто это такие? Кто все эти люди? И что они здесь делают? Вот так. Вот это вот нормально. Мы можем кликнуть, работающие ссылки, мы можем кликнуть, мы можем написать письмо, мы можем перейти на сайт, здесь указано, какого университета мы можем перейти туда и посмотреть. Orchid, ResearchGate, ID-шники, есть, RINs, все, Scopus. Мы можем зайти и посмотреть, какие работы писал, например, вот этот член редакционной коллегии. Вот это так, как должно быть. По крайней мере, вся информация полная, если мы кликнем по гиперссылкам, мы ее получим. О том, кто все эти люди. Вот обращайте на это тоже внимание. Отсутствие архивов номеров. Да, обязательно. Обязательно должен быть архив номеров. Если журнал себя позиционирует, как издающийся уже в течение пяти лет, то за все пять лет у него должен быть представлен архив номеров. Посмотреть статьи. Да, вот это вот обязательно должно быть. Если этого нет, или оформлено кое-как, но это вопрос, вопрос, большой вопрос к этому изданию. Фейковые, похищенные и фейковые. Похищенные журналы, это когда-то он существовал, например, полностью взяли, ну, похоже на фишинговые, могут что-то менять, а могут не менять, просто взять старый дизайн реально существовавшего журнала, поменять только чуть-чуть свои контакты и куда высылать деньги. И вот на таком похищенном дизайне работать. Опять же, ИССН здесь ложный, хотя он приведен, но если мы его набираем вот сюда, в поисковик, journal ranking, опять же, мы результатами, нет такого номера, нет такого журнала. Фейковые журналы. О, это вообще целая отдельная песня. Вот посмотрите, есть такой журнал, он есть в скопусе, и у него неплохой H-индекс, очень высокий, хороший, current science. Все прекрасно и замечательно, но если мы попытаемся найти через открытый доступ, мы вдруг обнаруживаем, что существует два сайта этого журнала. Один в доменной зоне org, другой в доменной зоне вот этой, ACIN. N. Можете ли написать мне сейчас, ну, будем считать, что вот это вот у нас номер один, синенький слева, а вот этот справа номер два. Как вы думаете, какой из них реальный журнал, настоящий? Один из них фейковые. Напишите прям цифру в сайт, вот в чат, как вы считаете, какой из них настоящий? Какой из них настоящий? Первый или второй? Прямо-то, просто ничего еще не изучая, первый взгляд. Ага. Здорово. Орг. Ага. Ага. Второй. Первый. Так, все. Пошли. Данные у нас пошли разниться. Результаты пошли разниться. Смотрите. Кто написал у нас цифрку два? Угадали. Вот это реальный сайт этого журнала. Вот этот нет. Смотрите, что нас смутило в первую очередь. Мы привыкли. Доменная зона Орг. Но, а чей это журнал? Это журнал индийский. И он располагается в доменной зоне Индии. В принципе, это правильно. Это их доменная зона. Но он так же, как у нас. Высшее образование в России, например, или актуальные вопросы социологии, или актуальные вопросы российской филологии. Вот куда он будет? Почему он будет в зоне Орг? Он скорее будет в зоне РФ или РУ. Это наша зона. То же самое и здесь. Это их региональный журнал. Если вы сталкиваетесь с не европейским журналом, но зоной Орг, перепроверьте. Вот это фишинговый сайт. Вот это фейковый даже сайт. Не фишинговый, а чисто фейковый сайт. Хотя название очень похоже. На первые строчки-то похоже. Отличаются только доменным именем. Вот на это обращайте внимание. Перепроверьте. Вот смотрите. Вот то, что я вам показывала. Индекс качества сайта. Самое первое. В веб-мастер зашли, адресную строку загнали, посмотрели. И вот смотрите. Здесь ИКС 1300. Нормально, да? Помните, мы смотрели 10, 20, 33, 70. А здесь 1300. Высокое качество сайта. Хотя по дизайну могут быть претензии. Что-то у них вот эклектика такая индийская, как индийские автобусы. Бог с ней. Смотрим орг. А нет данных об этом сайте. Его вообще не существует. Но он не индексируется нигде. Он не ищется. Вот это уже очень серьезный вопрос. Стоит ли туда отправлять свои деньги. Поэтому я вам не зря вот эту вот ссылочку на проверку по индексу качества сайта даю. Хотя бы бегло. Нам не надо во все тонкости нюансов даваться. Хотя бы посмотреть. А вообще сайт такой существует? Он индексируется или нет? Если не индексируется, то как вообще сайт научного издания может не индексироваться? Ну, как-то странновато получается. Поэтому не все, что располагается в доменной зоне орг или ком, должно вызывать наше расположение моментально. Перепроверьте. Перепосмотрите. И самое главное, то, что я от вас сокрыла при показе первого варианта карточки, пользуйтесь вот этим переходом. На каждой карточке журнала в скопусе, в журнал рэнкинг есть вот такая вещь – хомпейдж. И если вы нажмете на нее, вы перейдете на страницу, вот на эту страницу этого журнала. Вот так мы можем тоже определить истинный журнал. Раз он есть здесь, значит, вот этот и есть правильный адрес. Если вам приходит рассылка или предложение о публикации, но вы сомневаетесь, и говорят, что они индексируются в скопусе, ну вот зайдите, заведите название журнала, выйдите на карточку журнала и перейдите на домашнюю страницу. И даже если там вы и сравните адреса, то, что вам предлагают в рассылке, и то, что есть на самом деле. Не отличаются ли они хотя бы на одну буковку, на один знак. Ну и вот вам, пожалуйста. Тоже один из способов проверки, чтобы не попасть в лапы мошенников. Вот, кстати, о спам-рассылках. Очень осторожно смотрите на тексты, которые вам присылаются. Очень часто идет вот такая приманка для автора. Я постаралась убрать все личные, скажем так, данные, чтобы здесь они не светились. В том числе и фамилию менеджера, который присылал. Они почему-то себя называют редакторами, но судя по тому, что от одной и той же организации мне приходило, пришло после публикации статьи, дай бог память, пять или семь писем от разных редакторов, это тоже вызывает большие сомнения. Да что же за редакция такая? И вот примерный текст, как это может выглядеть. Предложение опубликовать свою книгу. Но опять же на вопросы, которые были заданы ответным письмом, мне так и не ответили, присылают шаблонное письмо и кучу наших брошюрок, как у нас хорошо издаваться. А вопрос был очень простой. Простые именно по, какие договора заключают, лицензионные, нелицензионные, по нюансам издания как раз, по распространению. Гонорар, роялти или что. Оказалось, это просто публикация on the mind, потребований. То есть никакого ИСБН вам не присваивают, никакого ДОИ, ничего, ни УДК, ни ББК, вы этого не получаете. Вы просто отдаете свою книгу, но подписываете авторский договор, то есть права-то вы издательству передаете на эту книгу. А распространение идет по схеме on demand. Печать по запросу. То есть если кто-то случайно на их сайте увидел, что есть вот такая книга, которую вы написали, и делает заказ, оплачивает туда, например, 100 долларов, ее распечатывают, ему высылают, а вам с этого долларов 5 может быть капнуть, типа гонорара или роялти. Вот кто-то заказал. Ну, нужен ли вам такой сам издат, думайте сами, смотрите сами. Но вот как только выходят публикации в скопсовских журналах, начинаются вот такие рассылки. Это только один из примеров. На самом деле начинает очень много подобного приходить. Вот я вам даже свой пример даю, как это формулируется. Такое тоже может быть. Ну, перепроверьте, опять же, вот то, что мы с вами смотрели. И издательство, и книжное издательство ровно так же можно перепроверить. Какая информация подается, как подается. Еще один вариант полезный вам покажу. Вот этот аналог открытого каталога полнотекстовых, с полнотекстовым доступом к статьям DOEG, которые мы в самом начале смотрели, есть и российский аналог Open Access, где указываются все издания, которые публикуются по этой схеме. То есть с автором берем деньги, но для читателей у нас все в открытом доступе, полнотекстовый доступ к материалам наших статей. Это может быть полезно, когда мы ищем материалы для своих публикаций, кого цитируют, откуда взять информацию. Вот в Ринце есть такой российский аналог. Я вам покажу, как эта страничка выглядит. В e-library можно его найти и посмотреть по журналам. Опять же, в поисках информации они перепроверяются и недобросовестно из этого списка исключаются. Есть черный список статей. Любовь Хурева. Да, лучше не реагировать ни в коем случае. Совершенно верно. К спам-рассылке. На спам-рассылку не реагируйте, но просто они начинают иногда не... Приходят рассылки не публикация в журнале, а слушайте, нам так понравилась ваша статья, давайте издадим книгу. Или вот маскироваться. Разные способы уловки пытаются применять. Я вам просто показываю, на что лучше не реагировать. Мне просто было интересно провести эксперимент. Конечно, я там ничего публиковать не собиралась, но чисто в исследовательских целях я с ними немножко пообщалась. Ну вот не попадать на эти уловки на самом деле лучше действительно не надо. Выкинули в спам и все, и в черный список. Так вот, русский аналог этого каталога открытого тоже берите себе на вооружение. Здесь журналы уже прошедшие проверку, и которыми можно пользоваться материалами и также давать как источники своим студентам, откуда взять материалы по теме. Да вот, пожалуйста, отсюда. Еще один ресурс, на который обращаю ваше внимание, который может нам пригодиться. Это так называемый сайт-коуп. Существует он уже очень давно, но, к сожалению, я его, например, для себя недавно только открыла. Если у вас его нет, тоже возьмите себе в закладки. Это комитет по публикационной этике. В основном он рассчитан на редакторов, издателей, тех, кто занимается публикационной этикой. Может быть, материалы этого сайта могут быть полезны, если вы сами редакторы, издатели, либо занимаетесь научно-издательской деятельностью, например, в рамках своего вуза или образовательной организации. Вот все, что касается публикационной этики, редакторской этики, то, о чем мы с вами говорили, смотрели то, что должно быть на сайте, вот все вопросы, связанные с этим, есть на этом сайте. Здесь море материалов, иногда они публикуют даже кейсы. Вот самое интересное – это кейсы. Например, у автора статью лишили статуса научной, то есть она подверглась ретракции, была ретрагирована, а он не согласен с этим решением, и вот он его оспаривает. Ну, сказать, что там плагиат. А он говорит, нет, это не плагиат, я сам писал, а ссылки я оставил. И идет, и он подает жалобу, и вот в этом комитете идет такой кейс, например, разбор, что и как на самом деле, как поступить в этом случае, что делать редактору или издателю. Кстати, авторам тоже будет полезно посмотреть, что и как делают в тех или иных случаях, какие возможны прецеденты. То есть здесь очень море такой вот информации по спорным моментам, и как с точки зрения редакторов, так и с точки зрения авторов. Поэтому рекомендую даже на летнее чтение посмотреть кейсы статьи. И у них, кстати, на сайте опубликованы вот эти признаки мусорности, мусорных хищнических журналов, основанные на критериях, кстати, Джеффри Билла. Переработанные, но основанные на них. И они тоже как-то публиковали этот список. Правда, с указанием, что давно не пополнялся. Но вот как-то признали все-таки, видимо, правоту Джеффри Билла в какой-то части. Посмотрите, этот ресурс очень интересный. На journal ranking. Ссылку я вам тоже даю на этот ресурс. Да, и очень хорошо, коллеги, для себя составить такой чек-лист проверки издания и издательств, что проверить, что посмотреть на сайте, какие вопросы задать. И при выборе того или иного места публикации, мы сейчас про журналы говорим в основном, пользоваться этим чек-листом. Просто отметили, посмотрели, особенно если мы сравниваем в то издание или в это издание. И вот сделать более обоснованный, такой аргументированный выбор. Кстати, своих студентов я тоже учила. Мы такие чек-листы простенькие делали, хотя бы, когда писали совместные работы, студенческие, нужно же публиковать. Ну, вот мы такие чек-листы делали. Если будет интересно, я попробую потом найти, что мы там с ними делали. Этот чек-лист может доработать и таким шаблоном его сделать. Как проверить сайт журнала? Здесь обобщение того, о чем мы с вами говорили, на примере. Очень коротко, вот это вот прям как инструкцию к действию можно уже как такой элементарный чек-лист использовать самим, либо давать уже студентам. Что мы смотрим? Наличие ССН, редколлегия, политика, этика, требования и архив номеров. Хотя бы начать с этого. И вот на примере журнала мы вот здесь прям проходим, и я вам отмечаю, где это есть или этого нет, как оно оформлено, как выглядит, как представлены сведения о редколлегии, есть ли редакционная этика, прям вот такой пример проверки одного из журналов. Потом можно будет посмотреть поподробнее, и прям вот в качестве примера можете брать, использовать. Он уже есть такой готовый. И вот он, Симага Джурнал и Кантри Рэнк. Вот эта вот надстройка бесплатная, о которой я вам говорила, Симага Джурнал. Всего одно поле для поиска. Вводим название журнала или ССН, и дальше открываем карточку журнала. Это только один из самых первых вариантов, то, с чего мы начали, например, со студентами, как проверять журналы. На самом деле там гораздо больше возможностей, больше фильтров, и более подробно мы его разбираем. Будет у нас вебинар про скопус, веб-офф-сайенс, вот про Симага Джурнал Рэнкинг, про него буду тоже более подробно рассказывать. И вот про международный каталог я уже вам покажу, как с этим более подробно работать, что там можно делать. Ссылку даю полезную сюда. Черные и белые списки скопус. Прямо ссылка ведет на страницу, где они эти списки периодически публикуют. Обновления где-то раза два в год точно у них проходят. По-моему, по весне должно было пройти. Поэтому периодически заходите, ссылка себе тоже в закладке, и проверяйте черные и белые списки. Исключены ли уже, и есть ли они в белых списках, есть ли в самом каталоге, мы их пока еще не видим. Есть такой черный список и в e-лайбрере. Вот он, журналы, исключенные из РИНС. Но здесь данные были за 2019 год. Тоже неплохо бы себе в закладочке его поставить и проверять. И, наконец, последний пункт. Это мы уже к следующей теме 19 мая, которая у нас будет, подходим. Ретракция статей в e-лайбрере. Не забывайте о ретрагированных статьях. Вот если вы открываете статью, когда вы что-то цитируете, на какую-то работу ссылаетесь, откройте эту статью, если это наша отечественная, есть в РИНС, откройте ее в e-лайбрере и посмотрите, если есть вот такое на карточке самой статьи через все поле ретрактед, лучше на нее не ссылаться. Что это значит? Ретракция – это лишение статьи статуса научной. И это означает, что статья отзывается. Отзывается из научного журнала. То есть, ну, все. Она выпадает, она уже не индексируется, хотя у нее могут быть все... Все правильно оформлено, но вот по каким-то причинам она отозвана. Причем, по каким причинам, здесь обычно пишется. Изъятие статьи – неправомерное заимствование. Вот он, левый наш вариант. Изъятие публикации. Здесь был отзыв статьи, а здесь публикация была изъята из журнала. Обусловлено выявлением нескольких публикаций с большим объемом дублирующего материала в следующих изданиях. То есть это взяли и надергали гвоздичек из-под Бубликова и попробовали издать статью. Им сказали, а нет, не пойдет. То есть причины ретракции могут быть разные. Валентина Лопатка не совсем поняла. Немножко другая раскладка клавиатуры, наверное. Поэтому вот на это тоже обращайте внимание. В печатном издании, кстати, эта статья может оставаться. Ну и как ее изумеешь из журнала? А вот в электронных версиях вот такая информация проходит. Есть еще одна база таких ретрагированных статей, база данных по всем ретрагированным статьям Роснаучпериодики, вот они сделали. И там тоже можно найти все статьи, которые были ретрагированы, то есть отозваны. Валентина Лопатка, никому нельзя верить, нам можно. Нам можно. Это хорошо. Нет, ну, знаете как, верить можно. Доверяй, но проверяй. Применяем принцип Станиславского. Или мне нравится еще принцип Антипа из, по-моему, как же он, тени исчезают в полдень. Сомневаюсь я. Был такой герой, который все время говорил, чтобы не происходило. Сомневаюсь я. Вот первая фраза. Да ладно. Перепроверили, убедились, что это так, живем спокойно. Перепроверили, убедились, что это не так, не рискнули, не проиграли. Поэтому вот здесь верить, верить нужно. Но в вопросах деловой и публикационной этики и имиджа, конечно, очень осторожно. Так вот, возвращаясь к ретракциям статей. Ссылку я вам в чат тоже даю на вот эту базу ретрагированных статей. Очень интересная вещь, кстати, можно почитать. И обратите внимание, что ретрагированная статья – это не всегда право нарушения, и сразу фыр-фыр в сторону авторов не надо. Вот посмотрите. Если открыть, здесь можно произвести поиск по различным фильтрам, отобрать, найти конкретного автора, например, проверить, тоже очень удобно. Здесь никакой регистрации не требуется, они во фри-доступе. И дальше он нам выдает список. Есть этот автор, если есть, то по каким основаниям. И вот, кстати, по основаниям не все ретрагированные статьи надо сразу авторов записывать во «Враги народов». Вот смотрите, если никакого выбора не делать, он вам полный список вообще всего сразу вот под этой поисковой формой выдаст. Ну вот смотрите, первое же, свежие данные. 2021 год, 14 апреля 2021 года была ретрагирована вот эта статья. Причина. Вот здесь серьезная причина. Плагиат. Причем совершенно чужой диссертации. Да, вот это уже серьезное нарушение. Все данные я здесь не закрываю, потому что они лежат в открытом доступе. Их видно на сайте, они вот для всеобщего обозрения. Зайдите на сайт, посмотрите, она там есть. Но причины могут быть разными. Вот эта статья, например, отозвана авторами для переработки. Это не значит, что, ну, кто знает, что там произошло. Может быть, у них появились новые сведения, пока статья находилась в печати, да, либо новые данные по их исследованию опровергли какое-то положение в их статье, они ее отозвали, чтобы исправить. Соавтор добавился, в конце концов. Ну, всякое может быть. Поэтому здесь мы сразу авторов во враги не записываем. Еще одна причина. Статья отзывается с тем, что ранее была принята к публикации в журнал такой-то, такой-то. Таких очень много, кстати. Вот таких очень много. Ну, обычная практика. Мы разослали в шею журнала, в каком-то приняли нас быстрее. Значит, ото всех остальных нам надо ее отозвать. И вот, да, вот такие вот ситуации возникают иногда. А там уже тоже она пошла в печать. И вот оно так и получилось. Поэтому сразу всех во враги не записываем. Посмотрите в базе данных, по какому поводу была отозвана эта статья. Поэтому не всегда это очень страшно. Иногда это чисто технические какие-то вещи. Или был отзыв по причине, неправильно указали фамилию соавтора. Даже по этой причине отозвали статью, чтобы правильно и переподать ее потом. То есть причины могут быть разные. Но вот эту базу тоже при подготовке своих материалов хорошо бы под рукой иметь. Ну вот, коллеги, с журналами мы с вами разобрались. Добрались до конца нашей встречи. Как и говорила, наши вебинары занимают ровно пару час-двадцать. Академическая привычка. И почти мы не задержались. Немножко отвлеклись в самом начале на анонс мероприятия. А так час-двадцать мы с вами уложились. Коллеги, на этом мы нашу сегодняшнюю встречу с вами завершаем. Пожалуйста, кто не скачал материалы, скачайте их из, 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 вот отсюда. Одну ссылку вам забыла. Сейчас я вам дам. Очень хорошая вещь. Как проверить ССН. Все сижу, жду, когда же кто-нибудь спросит. Никто так и не спросил. Но ссылку я вам все равно отдам. Вот здесь можно проверять ССН журналов. Неложный ли, да, и соответствует ли номер заявленному на сайте. Поэтому вот эту, вот, вот, вот эту вещь забираем. И, 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 и материалы. И материалы, коллеги, не забудьте скачать отсюда, либо забрать с диска презентацию. Третью часть я вам построила, вот, чисто пример, что и как оценить на сайте, как это сделать. Можно даже для занятий со студентами, школьниками использовать, пожалуйста. Со ссылкой на презентацию автора, а так забирайте. Вот, на этом мы с вами сегодняшнюю часть разбора такого фактчекинга завершаем. 19-го у нас поговорим о публикациях. Вот, я вам расскажу одну детективную страшную историю, как отчет о научном исследовании чуть не превратился в фейк. И чуть не нанес репутационный ущерб автору этого исследования. Да, вот такой вот. И еще массу интересных и страшных историй про пранкинг, факты и фактоиды у нас с вами впереди еще будет. Вот, если по поиску журналов, по проверке будут возникать вопросы, коллеги, мои данные здесь есть. Есть сайт у нас «Библиография для небиблиографов». Не всегда получается у меня сейчас, к сожалению, пока еще активно его вести, но на вопросы я обычно отвечаю там либо в личку, либо можно задать прямо в группе. И массу полезной информации для вас сейчас вот туда как раз собираю. Надеюсь, что в конце мая уже начнем более активно заниматься и блогом. Так что приглашаю вас и туда. Ну вот, коллеги, всем хорошего дня, всем счастливо, удачных публикаций и до новых встреч на наших вебинарах.